ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ Сценарий фильма «Звезда родилась». Окончательная версия. Все события и персонажи являются вымышленными. Любое сходство с реальными событиями или людьми является случайным. ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ Сцена первая. Лунный свет. Завывание снежной бури. На заднем плане волк воет на луну. В снежной пустыне стоит одинокий дом. В нем живет семейство Бладжет. Еще раз слышно завывание волка, и мы оказываемся в доме Бладжетов. ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ Приехали. Кино, наверное, слишком долго шло, да? Ужасно долго, но... Привет, пап. Привет. Ну как вам, понравилось кино? Очень. Чепуха. По-моему, чепуха. Неинтересная совсем. Даже никого не убили за весь фильм. А как же тогда мое кино? В нем даже не разговаривают. А главный герой Норман Мэйн. Не сделал ничего конкретного, только целовался с девушками. Норман Мэйн – это лучший артист во всем Голливуде. И это было лучшее кино. Лучшее кино. Это и все, о чем ты думаешь. Лучше бы со мной посоветовалась. Кем тебе стать в будущем? Как жалко я была на кухне, даже не слышала, что вы пришли. Кому тут нужно посоветовать? Привет, бабушка. Привет, дорогая. В этом доме никто не слушает меня и не прислушивается к моим советам. Я всегда слушаю, что ты говоришь. Ехать в кино за 20 километров и тратить деньги на эти журналы про кино. А как-то я вообще слышала, что она разговаривала с лошадью с акцентом. С лошадью? Думаю, она не заметила акцента. Голливуд! Ты бы лучше нашла себе хорошего мужа, чем мечтать о Голливуде. Вы знаете, о чем она мечтает? Она хочет поехать в Голливуд. Я как-то видела, что она окривлялась перед зеркалом. Вот до чего ее довели все эти фильмы. Представляете? А зачем ты хочешь поехать в Голливуд? Я хочу стать актрисой. Да, и стану. Я всегда об этом мечтала, и стану. В нашей семье будет актриса. Дайте я покажу вам одну смешную фотографию про Голливуд. Дэнни, тебе давно уже пора спать. А кто твой любимый артист? Наверное, ты хочешь быть похожа на эту со смешной прической, чтобы тоже целоваться с Норманом Мэйном. Скажи, что с тобой стряслось? Я скажу. Она просто еще молодая и глупая, и насмотрелась этих глупых фильмов, и думает, что тоже станет актрисой. Но ей лучше забыть об этом. Это будет лучшее для нее. Почему мне лучше забыть? Почему? Я хочу быть актрисой. А чего вы достигли, чтобы смеяться над тем, кто хочет сделать что-то? Я стану известной, и тогда вы не сможете надо мной смеяться. Я стану известной. Стану, вот увидите. Ты знаешь, что и явно что-то творится. Надо попоить ее серной водой и милицией. Ты здесь? Ну, прекрати, прекрати. О чем ты плачешь? Неужели все так плохо? Я плачу, потому что они смеются над моей мечтой. Никто меня не понимает. Это не важно. Это же твоя мечта. Запомни. На свете нет такого человека, который бы не мечтал о чем-то. Но за свою мечту надо бороться. Разве ты этого не знаешь? Но это совсем другое. Другое. Потому что ты доведешь свое дело до конца. Сидеть вечерами и мечтать, как хорошо было бы, если бы ты стала актрисой. Надо взять судьбу в свои руки. Это совсем разные вещи. И чем старше ты становишься, тем лучше это понимаешь. Я не стану просто мечтать. Я хочу стать известной. Да, да. Хочешь стать известной? И при этом ничего не предпринимаешь? Только тебе сказали одно слово, и ты уже плачешь. Когда я что-то задумывала в молодости, я шла напрямик и добивалась своего, чего хотела. И твой дед тоже. Мы сейчас живем здесь, но когда-то все говорили, что эта местность так и останется дикой. Мы с дедушкой так не думали. Мы просто поехали сюда и работали изо всех сил. Потому что это была наша мечта. И мы ее добились. Нам повезло, бабушка. Да, нам повезло. Но неужели ты думаешь, что нам это легко далось? Мы умирали от жары летом и замерзали зимой. Но мы продолжали стремиться к своей цели и не жаловались, потому что мы делали то, о чем мечтали. Ты поняла, что я хочу сказать, моя дорогая? Да, бабушка. И что, ты готова? Ты готова пойти навстречу своей судьбе, даже если тебя ждут разочарования? Потому что помни, за все в жизни приходится платить, и расплата обычная – это твое сердце. Я знаю, о чем говорю. Ты, наверное, не поверишь, но когда я была молодой, даже моложе, чем ты сейчас, очень молодой, я любила твоего дедушку. Один индейец решил разбить мое сердце. Я помню все, что он мне говорил. Но я решила, что не дам ему разбить мою жизнь. Хотя я часто вспоминала о нем. Вспоминала. Даже после того, как родилась твоя мать. Бабушка, знаешь, человек всегда должен к чему-то стремиться. Может, Голливуд и не понравится, но ты должна рискнуть, попробовать. И я думаю, все будет хорошо. Но если ты хоть капельку похожа на свою бабушку, то не позволишь никому разбить твое сердце, а скорее разобьешь его сама, и будешь гордой. Гордой. Ну все, все, перестань сейчас же. Возьми это и поезжай в Голливуд. Я не могу взять деньги. Почему? Это же твои сбережения. Я собирала их себе на похороны, но умирать пока не собираюсь. Бери. Как я могу отблагодарить тебя, бабушка? Дай мне слово, что никому не скажешь, откуда у тебя деньги. Обещаю. И запомни, если ты выдашь меня, то я скажу, что ты их у меня украла. Вот и приехали. Да, я помогу тебе, бабушка. Я еще не совсем беспомощная. Как холодно. Я никого не стала будить дома, просто поцеловала на прощание и все. Ты придумала сделать так еще вчера вечером. Что ты теперь скажешь им, когда вернешься? Что-нибудь придумаю. Я готовилась к этому дню много лет. Давай, давай, скорей. Правильно, пойдем. Поезд ждать не будет. Идем, идем. Отправление. Ой, бабушка. Ну, давай, давай, беги скорее. Пока, бабушка. Пока. Я буду ждать, пока ты начнешь сниматься в кинофильмах. Не выходи замуж. Многие этого хотят, но моя внучка лучше всех. И главное, не теряй голову. Слышишь? Пока. Отправление. Пока, бабушка, пока. Пока. Пока, бабушка. Пока. Хотите поехать домой сейчас? Не хочу, но придется. Голливуд. Но я буду. Голливуд. Манящий Ильдорадо. Метрополь Мэк Белив. На Калифорнию Силс. Мэк Белив. КОНЕЦ 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 Эдди Кантер Норман Мэйн, желаю удачи! Сдаются комнаты, 6 долларов в неделю. Комнаты большие, есть водопровод. Ковбои не беспокоят. Удобно добираться до всех студий. Алеандр Армс, улица Мэрион. Рядом с бульваром Голливуд. Добрый день. Добрый день. День, неделю или месяц? Пока точно не знаю. Я собираюсь устроиться на работу актрисы. Тогда лучше возьмите на неделю. Этого времени хватит, чтобы разочароваться и собраться обратно домой. Правда, от вас удобно добираться до всех студий? Да, кроме одной. Бритиш студио. Я думаю, лучший способ устроиться актрисой, это пойти прямо на студию и сказать, что очень хочешь сниматься. Как вы думаете? Вы знаете, у меня столько иллюзий на этот счет. Но ничего, я скажу согласна на самые маленькие роли. Шесть долларов вперед. Шесть долларов вперед. О. Эстер Бладжетт, ваше заявление на работу принято. И вам, как и в случае с другими студиями, нужно будет обратиться в центр по набору персонала. Бульвар Голливуд, Голливуд, Калифорния, студия Paramount Pictures. Субтитры создавал DimaTorzok Пожалуйста, я пришла устраиваться на работу актрисой. Как долго вы живете в Голливуде? Около месяца. У нас все занято. На два года вперед. Идите сюда. Идите. Я покажу вам кое-что. Каждый раз, когда загорается лампочка, это кто-то звонит с просьбой о работе. И операторы отвечают, чтобы они попробовали позвонить попозже. То есть это значит, что работы нет. Многие сходят с ума на этой почве. Подумайте хорошенько. Вы все еще хотите сниматься в кино? Вы знаете, какие у вас шансы? Ваши шансы один к ста тысячам. Но, может быть, я и есть одна из ста тысяч. Я в таком году. Мне кто-нибудь звонил, мистер Рэндалл? Нет. Я писал письма весь день около телефона, и никто не звонил. Ну, как сегодня повезло? Ни капельки. Знаешь, тебе надо попробовать по-другому. Вот Дэнни МакГуайр знает всех самых известных артистов. Правда, Дэнни? Ну, конечно, я работал директором целых три года. Дэнни МакГуайр. Дэнни МакГуайр. Во-первых, я не директор, а помощник директора. Во-вторых, если бы у меня была какая-нибудь вакансия, то я отдал бы ее себе. А в-третьих, он стоит поехать обратно домой, к родителям. Дэнни МакГуайр. А даже совсем маленький. Извините, это не ваша вина. Просто я каждый день провожу в поисках работы и не нашла еще ничего даже похожего. Наверное, я уже просто запуталась. Я понимаю. Леди, я действительно понимаю. Что значит, когда у тебя почти совсем нет денег, и ты выбиваешься из сил и некому руку подать. Пойдемте, угощу чем-нибудь. У меня не совсем нет денег. У меня осталось 11 долларов. 11 долларов? Тогда вы угощайте меня. Пошли. Вот это вам. Это тот же самый молочный коктейль. Просто немного с другим оттенком. Извините. Все нормально. В следующий раз, когда я приду на студию, я скажу все, как думаю, на самом деле. Это правильно. Конечно, я не собираюсь грубить. Но я просто буду настаивать. Это правильно. Не давай им просто смутить себя. Смутить? Нет, я не глупенькая. Они делали это со мной каждый раз, как я приходила. Но теперь моя очередь. Они скажут, а что вы будете делать, если вас не выберут? А ты им открой свою собственную студию. Алиэндер Армс. Счет мисс Эстер Блоджетт на 24 доллара. Немедленно погасить задолженность. Счет мисс Эстер Блоджетт на 24 доллара. Так. Комната номер три. Кинотеатр Голливуд Боул. Думаю, кино будет нормальное. Здесь играет Бейт Уоман. Я как-то работал с ним. Он не такой уж и занудый, как может показаться на первый взгляд. Если ты не знаешь, он еще в прошлом кинофильме пел такую песню. Ну, что ты такая грустная? Сегодня же праздник. Я завтра на работу выхожу. Я знаю, Дэнни, это здорово. Я бы хотел, чтобы ты тоже нашла себе работу. Но пока повезло только мне. Но ничего. У меня будут новые знакомые. А значит, и новые возможности. Кому, если тебе сниматься в кино? Да, конечно. Слушай, почему бы тебе не поехать домой? Я не могу так поступить. Я приехала сюда и собираюсь здесь остаться. Я буду прилично получать и буду посылать тебе деньги. Спасибо. Ты и так для меня много делаешь. И сейчас вообще не время об этом думать. У нас сегодня праздник. Ты можешь себе представить? Каждый человек. Дэнни, ты посмотри. Господи. Это Норман Мэй. И, похоже, с ним опять новая спутница. Мистер Коктейл. Спасибо. Садись, хватит уже. Ты сегодня перебрал. Все в порядке. Спасибо. Мистер Коктейл. Мистер Мэй. Вы не могли бы повернуться вместе с мисс Рейджес? Это все белливудские сплетни. Давай не впутывайся в это. А в чем дело? Уйди, уйди отсюда. Не хотите, чтобы все знали? Не хочу фотографироваться. В таком случае, я вас все равно сфотографирую. Ты меня сфотографируешь. Я тебя сам сейчас сфотографирую. Норман, сядь обратно. Все над тобой смеются. Норман, прекрати. Хватит, Норман. Спокойно, мистер. Хватит, сядь. Хватит. Ничего, ничего. Все нормально. Он всегда так себя ведет? Ну, наверное, когда спит по-другому. Но играет он просто божественно. Дорогая бабушка, спасибо тебе большое за деньги, которые ты мне до сих пор посылаешь. Но больше не делай этого. У меня все хорошо. Мой хороший друг Дэнни устроился на работу и говорит, что скоро найдет работу и для меня. Войдите. Привет, Дэнни. Что случилось? Ты не поверишь, я нашел для тебя работу. Дэнни, это прекрасно. И кого я буду играть? Это работа не на студии. Мы куда-то поедем? Ну, не совсем. Но в любом случае, ты мне поможешь. Я еще не умею наносить этот макияж и все остальное. Но эта работа не связана со съемками. Тебе не надо будет ничего особенного. Это работа официанткой. Но если посмотреть на это с другой стороны, эта работа связана с кино. Ты сказал официанткой? Да, но на вечеринке, которую устраивает наш главный режиссер. Он хочет отметить окончание съемок кинофильма и устраивает большую вечеринку. Он попросил меня найти официантку. И я сразу подумал о тебе. Платят пять долларов. Я думал, ты обрадуешься такому предложению. Но это не то, ради чего я приехала. Ты подумай. Там будет такое количество известных актеров, режиссеров. И если ты тоже там будешь, то можешь завязать нужные знакомства. Подумай. Ты думаешь, это возможно? Конечно, возможно. Это твой шанс. Мой шанс. Я согласна, Дэнни. Только мне нечего надеть. Вот. Где? Я позаимствовал это у знакомой костюмерши. Ну, смотри-ка ты. Твой размер. Вылитая официантка. Ходил вчера на премьеру? Ходил. Вы бы не хотели попробовать эти прекрасные бутерброды? Пожалуйста. Спасибо. И что думаешь про фильм? Думаю, его хорошо показывать на День Благодарения. Вы бы не хотели попробовать эту прекрасную закуску. Это самое лучшее, что могут вам предложить на всем банкете. Я просто не знаю, что может быть вкуснее. Попробуйте, прошу вас. Не говорите мне. Я знаю, лучше нее пока что ничего нет. Извините, что прерываю вас, но эти крекеры такие свежие, что не знаю, что может быть лучше. Они лучше в городе. Так вот, я знаю. Лучше нее пока что ничего нет. Мэри Вэйвен, и ты знаешь, надо еще подумать, где взять ребенка для последней сцены. Мастер Олевер. Привет, Гэсси. Слава Богу, кино закончилось. Я больше не режиссер. А теперь я просто нянечка. А чем тебе не понравилось кино? В нем играет Норман Мэйн. И его работе мешает его постоянное пьянство. И только не говори мне, что я буду режиссером в следующей картине. Да. Конечно, вы хороший продюсер, но не кипятись. Не надо. Ты просто делай свою работу, и все. Я сам буду присматривать за всеми этими звездными личностями. Я умею с ними общаться. На съемках это никак не скажется. Их поведение, это не твоя проблема. Мистер Найлз. У вас телефон, это мистер Либби, ответственный за связь с общественностью. Он говорит, что это очень срочно, и он звонит из полиции. Предположительно, мистер Мэйн опять куда-то влип. Наверное, что-то незначительное. Ну, конечно же. Пойду включу радио. Не передают ли там про это в экстренном выпуске новостей? Привет, Либби. Что скажешь? Мистер Норман Мэйн, ваш очаровательный любимчик всей Америки, вчера напал в кинотеатре на фотографа, который мирно сидел в соседнем ряду и вежливо попросил разрешения сделать снимок. Он объясняет свою агрессию тем, что не хотел фотографироваться. Это будет в газетах? Нет, на этот раз нет. Но это последнее предупреждение. Я очень посоветовал бы вам придержать немножко этого вашего замечательного Нормана Мэйна, пока мы не разорились на взятках журналистам. Спасай его репутацию. Ну, конечно, я так сделаю. Сейчас, например, он уже дома, спит в постели. Почему бы тебе не забыть на этот вечер о работе и о студии? Постоянная работа, работа. Боюсь представить, что с тобой будет. Норман! Почему ты мне не позвонил? Почему я должен был звонить? Неужели ты забыл? Мы должны были приехать сюда вместе. Ничего страшного, я и сам нормально добрался. Единственное, почему я не могу дать тебе пощечу, но это... Да, дорогая, я знаю. Привет, Джон. Привет, Норман. Что случилось с Оливером? Похоже, у него какие-то не очень хорошие новости. Что случилось? Оливер? Оливер? Возможно, я не прав. Я выпил слишком много сегодня вечером. Не говори мне, я знаю эту проблему. Виски содовые, пожалуйста. Лей, лей. Почему ты всегда коверкаешь слова? Это мой родной диалект. Ну, тогда извините. А теперь соду. Соду. Спасибо. Давай скажи мне честно. Не хочешь со мной работать? Я не знаю, почему ты ведешь себя так. Посмотри на ситуацию с моей стороны. Я пытаюсь снимать фильмы с твоим участием. Я знаю, знаю. Расходы растут, а прибыль уменьшается. Дело не в этом. Я заработал достаточно в своей жизни и могу позволить убыток. Но я не хочу, чтобы ты выставлял себя клоуном перед всеми. Может, заключишь контракт с Лойцем, чтобы застраховаться от меня? Нельзя застраховаться от человека, который сам не понимает, что делает. Ты талантливый артист, но позволяешь себе слишком много. Никто еще не был так скандально популярным, как ты. Я не собираюсь бросать тебя. Зато я знаю, знаю таких людей, которые хотят сделать это. Да, но твои настоящие друзья не хотят увидеть, как ты скатишься с горы. Что ты имеешь в виду? Скоро никто не захочет работать с нами. Ты можешь выкинуть любой выход. Не выйти на съемки. И все потому, что ты развлекаешься. Каждый день, каждую ночь. Послушай, я знаю тебя не первый день. Послушай, ты не потеряешь со мной больше ни цента, я обещаю. Я буду готов сниматься, когда придет время. И когда оно придет, ты узнаешь. Вот. Возьми. Годится только для развлечений. А я пока пойду выпью. Виски с содовой. Виски. Содовой. Лей, 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 лей. И немного соды. Икры? Нет, спасибо. Да, извините. Хорошенько. В смысле, икра. Подождите, уходите. Я умираю от голода. Какую же выбрать? Я не знаю. Я тоже не знаю. Так трудно выбрать, может... Возьму еще. Вот эту. Мистер Мэйн уже все равно. Правда, Норме? Нет. Мне еще не все равно. Возможно, мне и правда надо напиться. Виски с содовой. Извините, уже есть. Не возражайте, если я помогу. А вас не потеряют? Нет, они просто поищут под столами, и если не найдут, то успокоятся и забудут. А как ваше имя? Как вас зовут? Эстер Блоджет. А мое имя Мэйн. А я знаю. Правда? Что смешного? Никогда не думала, что поеду в Голливуд, чтобы работать официанткой, что сам мистер Норман Мэйн будет подавать тарелки. Просто вы не знали моих истинных талантов. Никогда не думала, что познакомлюсь с вами лично. И таким образом. И что, такого разочарованного? Правда? Да. Посмотрите, что вы наделали. Ничего страшного. Забудь. Тут еще много таких тарелок. Но скажите, почему вы разочарованы? У меня было место прямо за вами в Голливуд Боу, когда вы не захотели фотографироваться. Похоже, я разочаровал не только продюсеров в тот вечер. Что я скажу хозяину? У вас очень миленькая личка. Лучше уходить отсюда. И такие чувственные губы. Совершенно очаровательные глаза. Что ты делаешь здесь, вместо того, чтобы быть со всеми гостями? Просто пытаешься быть полезным. Понятно. Может быть, тебя еще что-то привлекает здесь? Во мне опять проснулось мое детское увлечение. Ставить тарелки на полку. Не всегда знаю, где тебя можно найти. В обществе хорошеньких официанток. Не смущай девушку. Я больше так не могу, Норман, ты просто... Тихо, 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 не выходи из себя. Помнишь, как вас учили сохранять спокойствие? Я думаю, ты простишь нас, если мы закончим работу. Посмотри, что ты наделала. Подойди. Помоги мне подняться. Все в порядке? Да, все как обычно. Пойдем. Убегаем отсюда, быстрее. Но я не могу, пока не закончу все тарелки. Они уже готовы. Спорим? Я знаю, что ты сейчас скажешь. Что? Спокойной ночи. Спокойной ночи и спасибо. Подожди, подожди. Представляешь? Единственное, что я тебе знаю, это то, что ты настолько глупенькая, что хочешь сниматься в кино. Я не глупенькая, посмотрите на себя. Поэтому я так и сказал. Хотя, конечно, я все равно. Был бы рад тебе помочь. Это было бы так хорошо. Ну, почему... Почему бы нам не поехать ко мне и... Не обсудить это? Нет, спасибо большое. Но мне, правда, пора идти. Спокойной ночи. Не обижайтесь. Не обижаюсь. Но я голоден. Хорошо. Тогда поезжайте и поужинайте где-нибудь. Спокойной ночи, мисс Бладжетт. Спокойной ночи, мистер Мэйн. Подожди. Провожу тебя до двери. Мы еще увидимся? Я надеюсь. Кто-нибудь говорил тебе, что ты замечательный? Тогда я буду первым. Спасибо. Это трудно... Сказать, но я все равно скажу. Когда я играю в кино, на сцене... И моя личная жизнь... Это две разные вещи. Чтобы мне не приходилось играть в кино... В жизни я все равно люблю настоящую красоту. А ты по-настоящему красивая. Ты понимаешь? Да, понимаю. У меня до сих пор музыка в голове. Я очень рада. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Подарите мне еще один взгляд. Еще один взгляд. О, нет. Это невозможно. Я вас не слышу. Нет, 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 нет. Слушаю. Кто это? Кто? Норман. Что ты теперь натворил? Ты не в тюрьме? Уже хорошо. Да, понятно. Понятно. Очень хорошенькая. Ты хочешь, чтобы я устроил ей кинопробу? Да. Конечно. Проба ей обеспечена. Ты же знаешь. Да, конечно. И всем остальным тоже. Нет. Ты не понимаешь. У нее все есть. И искренность, и чувственность, и... И искренность, и чувственность. Все. Все, что необходимо, чтобы стать звездой. Я просто уверен в этой девушке. И хочу сам присутствовать на пробных съемках. Послушай, Ольвард. Ты не пожалеешь, если... Да, я слышу тебя. Все, я согласен на все. Хорошо. А теперь... Попытайся заснуть. Спасибо. Спокойной ночи. Телефонная книга. Телефонная книга. Ты где? Телефонная книга. Ну вот она. Ну вот она. Телефонная книжка. Телефонная книжка. Телефонная книжка. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Я уже бегу Эстер Блоджет Попросите этого человека, чтобы он больше не звонил В три часа ночи Девушки отдыхают Слушай, что? Да, да, конечно Я буду там Буду, спасибо Дэнни Дэнни Я завтра участвую в пробных съемках для Уорровин Найтс Скажи, ты рад за меня? Я тоже завтра буду там Там и поговорим Расписание кинопробы Норман Мейн и Эстер Блоджет Эстер Блоджет, дубль первый Уберите освещение Но когда будет слишком темно Хотите, чтобы она ослепла еще на кинопробе? Это лучше, чем если ее не будет видно Уберите освещение Уберите освещение Послушайте, джентльмены Если вы не возражаете Это всего лишь проба Все готово, мистер Берг? Камера готова, мистер Берг? Все готово, мистер Берг? Все готово, мистер Берг? Мы готовы, мистер Берг Начинаем снимать Тихо, тихо, тихо Готов, Норман? Да Вы готовы, мисс? Как вас там? Скажи свое имя, Эстер Скоро весь мир узнает его Но я так боюсь, может быть не стоило сегодня приходить Перестань, ничего страшного Все прошли через это Мейн, Ллойд, Рейдл и... Эстер Блоджет Хорошо Я готова Тогда начали Тишина Знаете, я должен вам сказать, что подписывая контракт, я, конечно же, рискую Не знаю, может быть они и не правы Вы понимаете, у вас несколько другие данные, чем у современных актрис Зрители привыкли к другим героиням Но я думаю, что вкусы меняются, как и мода на брови Сейчас, например, опять в моде естественные брови Мода стремится к естественному Похоже, вы хорошая девушка Думаю, вы мне понравитесь Спасибо Я знаю, что это самое главное Но это будет нелегко Ничего хорошего не бывает бесплатным Если вы хотите добиться чего-то, то вам приходится платить за это И обычно расплата это сердце Я уже слышала об этом Но вы все-таки должны сделать свой выбор Желаю вам удачи Но помните, что ни один путь не бывает без разочарований В этом случае придется работать еще сильнее Не хотелось бы вас пугать, но вы должны понимать ситуацию Ваша мама не учила вас закрывать рот, когда вы разговариваете с людьми Закройте его Вы русская? Я родилась в Северной Дакоте О, нет Напишем Родилась в божественном месте Высоко в горах Где чистый воздух и девственная природа Продолжайте Я всегда хотела быть актрисой С рождения мечтала об огнях Голливуда Уверена, что в вашей семье нет русских? Уверена Ужас Хорошо Кто отец? Он фермер Будучи прирожденным земледельцем Отец стал самым влиятельным и успешным владельцем четырехсот Нет, пятисот голов скота Любимое хобби – это селекция горных цветов Но самой большой его гордостью является прекрасная дочь Как ваше имя? Эстер Виктория Блоджит Заранее благодарна за понимание Студия Вы знаете, как ее зовут? Эстер Виктория Блоджит Да, нам придется что-то придумать на этот счет И немедленно Эстер Виктория Блоджит Блоджит точно придется сократить Эстер Виктория Вики Как насчет Вики? Мне нравится Вики, а дальше? Вики, Вики Скажи Вики Вики Сиестер, Фестер, Местер, Честер, Сестер Прекрасно звучит Дестер, Сестер, Фестер, Местер, Лестер Мне нравится Вики, Лестер Скажи снова Вики, Лестер Снова Вики, Лестер Еще раз Вики Лестер, Вики Лестер, Вики Лестер, Вики Лестер Вики Лестер Студия Оливер Найлз продолжает открывать новых и новых звезд для телеэкрана Рада представить вам нашу новую гордость Вики Лестер Прекрасный горный цветок, милая, добрая, наивная и очаровательная С прирожденным талантом Она не оставит равнодушными зрителей и готов поспорить, сведет с ума любого мужчину Ужасно, нога свободно идет Не зажимай Уже лучше, но все еще ужасно, но уже лучше Талант это не нечто, приобретенное с опытом, это то, что дается нам с неба Говори, произноси через рот, через рот Нос это для того, чтобы розочки нюхать Продолжение следует... Она всегда так удивленная выглядит? В любом случае, надо попробовать правильную форму Слишком маленький рот, тебе не кажется? Ну что ж, нарисуй как у Кроуфордсмит А это придаст ей немного сдержанности Бесполезно Все равно выглядит так удивленно Мистер Марито, съемки уже начались Быстрее пройдите в студию, сколько можно ждать? Я могу зайти в кабинет? Нет Мистер Смит очень занят Я могу зайти в кабинет? Нет Мистер Смит очень занят Доброе утро, что вам принести, мистер Мэйн? Ничего не знаешь, не лезь к моим клиентам Большое спасибо Когда же мы с вами наконец поженимся? Я не знаю Попросите руки у моей мамы Я могу зайти в кабинет? Нет Мистер Смит очень занят Я могу зайти в кабинет? Нет Мистер Смит очень занят Я могу зайти в кабинет? Нет, мистер Смит очень занят. Я могу зайти в кабинет? Нет, мистер Смит очень занят. Я могу зайти? Нет. Так что за мистер Смит? Я играю эпизод в одном кино уже сегодня. Так поэтому я получил такой однозначный отказ вчера вечером. Мне надо было очень рано вставать сегодня. Мне тоже, поэтому я не ложился, чтобы не проспать. Вы уже приступили к съемкам нового фильма? Все еще нет. Никак не могут подобрать подходящую девушку для главной роли. Каждая девушка мечтает попасть в этот фильм. Да, но эта девушка должна быть особенной. По сценарию она такая маленькая, хрупкая, образованная. Боже. Где раньше были мои глаза? Что? Собирай вещи быстрее. Пошли со мной. Бегом. Я решу вопрос с директором по кастингу. Я могу быть даже злой и грубой, если надо. Мистер Найлс, пожалуйста. Согласись, и ты не пожалеешь об этом. Хорошо. Сейчас вы посмотрите версию кинофильма, которая еще не была окончательно отредактирована. Нам нужно ваше мнение. Пожалуйста, выскажите ваши пожелания. Студия Оливер Найлс представляет Нормана Мэйна в кинофильме «Очарованное время». В фильме также снимались Викки Лестер и другие. Держи пальцы вот так до конца показа. Весь мир был окутан чарующей музыкой спинетов. Вас кто-нибудь заметил? Не единая душа. Они слишком заняты игрой в крокет. Я любил вас всю свою жизнь. Но мы знакомы всего два дня. В этот день я и начал жить. Я думаю, она хорошенькая. Мне тоже понравилась актриса. Викки Лестер неплохо сыграла. Думаю, она была лучше, чем он. Откуда она взялась? Не знаю, но мне понравилась. Очень хорошая актриса. Да, это можно смотреть благодаря Вике Лестер. Думаю, она очень хорошо подошла для этой роли. Хорошая женская роль, Либи. Напишите это в вашем отзыве. Эта девушка берет своим очарованием. А вам понравился Мэйн? Он что, там тоже играл? Тебе нужна новая шляпа, Либи. Она уже готова. Лежит, перевязанная розовой ленточкой. А где Норман и Вики? Не знаю, я думал, они с вами. Мне пора уезжать на банкет. Я не могу их найти. Это так здорово, Норман. Убежать от всей этой огромной толпы. Так волнующе, потому что звезда родилась. Пошли. Это замечательно, правда? Сумасшедшая толпа. Это все интересно для тебя. Потому что впервые. Все смотрят на тебя. Ты имеешь успех. И у тебя есть все, чего ты хочешь. Абсолютно все. И ты счастлива. А разве у тебя не все? Нет. Не все. Есть кое-что, чего я искал и ждал всю свою жизнь, начиная с детского возраста. Когда я еще был маленьким. Может быть, это скоро придет? Это уже пришло. Но, боюсь, слишком поздно. Но ты же не можешь выбросить из головы всю свою жизнь. Я не могу просто забыть все. И начать. Все сначала. Но ты сможешь. Норман, ты сможешь. Ты не должна говорить мне это. А то я могу поверить. Что он делает? Открой глаза. Тебе нравится? Прекрасно. Смотри, он сейчас сделает его. Давай, дружище, раззой глаза. Да, он сделал это. Он его сделал. Молодец. Да, он сделал его. Здорово, да? Да. Тебе нравится? Очень. Нравится? Ну, немножко. Ты выйдешь за меня? Что? Нет, спасибо. Давай, давай, покажи ему свою силу. Почему не выйдешь? Потому что ты грубиян, транжиришь деньги, и потому что ты слишком много пьешь. Нет, я уже почти не пью. Давай, покажи ему. И уже я начал копить деньги. Право? Давай с правой. И потому что я вообще буду исправляться. Да, да. Он сделал это. Да, он сделал. Сделал это. Это место мне очень нравится. Норман. Что? А если бы я сказала да, мы бы правда поженились? Конечно же нет. Я просто спросил. Так, чтоб спросить. Мы хотим пожениться. Кажется, он не понимает. Давай попробуем еще. Мы хотим пожениться. Мы оба. Друг с другом. Что ты думаешь? Где? Когда? Мы придумаем где. Как и все нормальные люди. Что-то не так? Он просто вычисляет, выгодно ли это для студии. Выгодно? Да. Выгодно. Я благодарю вас, дети мои. Когда это произойдет? Мы еще не решили толком. Мы не говорим никому, кроме вас. Послушайте, как вам это? Сегодня произойдет событие, которое потрясет весь Голливуд. Два самых популярных актера, любимцы публики Вики Ластер и Норман Мэйн, решили соединить свои судьбы брачными узами. Как вам это нравится? Ужасно. Мы это не разглашаем. Ну что, это будет самая потрясающая новость для всех репортеров. Мы найдем целую армию, и солдаты в парадной форме будут сопровождать вас во время церемонии, а также бомбардировщики с неба. Он что, тоже будет с нами? Я думаю, что все эти детали нам стоит обсудить с вами наедине, когда счастливая парочка удалится и не будет встревать с сантиментами. Разве вам не надо пойти и обговорить еще что-нибудь, дорогие молодожены? Конечно. Поскорее отсюда убраться. На самом деле мы шли по одному важному делу. Вы не возражаете, если я заберу отсюда эту прекрасную девушку, и мы пойдем выбирать кольца? Конечно, все должно быть как положено. Очаровательная пара. Самая красивая девушка в Голливуде и самый известный девошир. Прикрути, Либи, у Нормана все в порядке. И дела Вики, это тоже ее дела. Мне не нужны твои комментарии, так что лучше воздержусь. Это вовсе не комментарии, а мысли вслух. Тогда постарайся мыслить про себя. Ну ладно, сейчас не об этом. Что касается свадьбы, где она будет проходить? В каком месте? Где? Как ты думаешь? Согласно традиции, я полагаю, в церкви. Это так не оригинально. Это должно быть что-то грандиозное. Как пляж. Я представляю себе жениха и невесту в купальных костюмах, и вокруг 20 тысяч школьников Санта-Моники, и все поют про прекрасную любовь. Хотя я не уверен, достаточно ли грандиозно? Сити-холл? Ну, конечно, сити-холл. Тысячи гостей, все кричат, поздравляют. Вокруг репортеры с кучей камер. Музыка играет, так что качаются деревья. Это будет такой огромный прием. В чем дело? Не достаточно грандиозно? И теперь, если кто-то может назвать причину, по которой сии рабы-божьи не могут сочетаться с узами брака, скажите ее. Если таковых не нашлось, то мы продолжаем церемонию. Согласны ли вы взять в законные супруги рабу-божью Эстер Блоджетт, и обязуетесь заботиться о ней в богатстве и бедности, в горести и в счастье, пока смерть не разлучит вас? Согласен. Извините. Согласны ли вы, Эстер Блоджетт, взять в законные супруги этого человека и почитать его в богатстве и бедности, горести и счастья, пока смерть не разлучит вас? Согласна. Обменяйтесь кольцами. Побыстрее, пожалуйста. А теперь, властью данной мне свыше при благословении епископа Калифорнии в Лос-Анджелесе, объявляю вас мужем и женой. Тихо! А теперь позвольте мне поздравить вас, миссис Хэнкл. Надеюсь, что вы сможете быть счастливы с этим человеком. А вы, пожалуйста, распишитесь в графе для свидетелей. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, распишитесь в графе для свидетелей. Знаете, миссис Хэнкл, у меня такое чувство, что я вас где-то уже видела. В самом деле? Удивительно, потому что... Это мой первый визит в Сальвадос. И ваше лицо мне тоже знакомо, мистер Хэнкл. Действительно? Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Я думал, что он будет читать. Без Библии. Без Библии он бы забыл, даже для чего мы собрались. Но самое главное, мы сбежали от Либи. Если вы приглядитесь, то заметьте, у меня за спиной крылышки, мистер и миссис Хэнкл. Потому что я проявил ангельское терпение по отношению к этой вашей выходке, к этой вашей свадьбе. Большое спасибо. Как-нибудь посмотрим, Либи. Держи его, Дэнни. Растил мышей, а выросли натуральные крысы. Но они все-таки поженились. Ужас, что они сделали. Я еще не сообщил об этом ни одной газете. Стой! Это дело нам вернули обратно из Вашингтона, и мы должны очень внимательно просмотреть его материалы. Коммутатор, соединить меня с Лос-Анджелесом, что вы себе позволяете. Вас сейчас же арестуют. Мне срочно нужно сообщить что-то важное. Подождите. Трибюн? Отдел связских новостей? Джон, это Мэтт Ливи. У меня для тебя новость. Норман Мейн и Вики Лестер поженились сегодня в 14.30 в Сальвадосе. Вики Лестер? Суд удаляется на совещание. Вики путешествует на трейле. КОНЕЦ 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 Дорогая, боюсь показаться нескромным, но, думаю, уже заслужил поощрение в виде ужина. Как ты думаешь? Прекрасно. Если бы мы сейчас не застряли здесь, то ужин упал бы на пол в четвертый раз. Сначала только поцелуй свою любимую. И поужинаем. Мы теперь семья. А можно я быстро приму душ перед ужином? Конечно, если ты его найдешь. Помню, он или в том маленьком шкафчике, или где-то там еще. Я попробую отыскать его. Не здесь. Нет, вот он. Вот. Молодец. Мне просто повезло. Что же делать с этим несчастным стейком? Эстер, здесь нет мыла. На, возьми. Спасибо. Эстер, я забыл полотенце. Может, сразу принести сигарету? Ты же знаешь, я не курю в душе. Что нужно сделать, чтобы полилась вода? Дерни за веревочку и молись, чтобы пошел дождь. Но я даже руку поднять здесь не могу. Что же мне делать? Попробуй выдохнуть, чтобы развернуться. Тебе пора съесть на диету. Не упрекай меня теперь. Я был точно такой же, когда ты выходил из-за меня. И закрой дверь. Пожалуйста. Спасибо. Норман! Норман! Там подъехала какая-то машина. Машина? Быстрее. Что быстрее? Быстрее одевайся и иди просить, чтобы нам помогли выбраться. Я замерзну. Ничего, я потом помогу тебе согреться. Он может меня узнать. Ничего, а без помощи мы застрянем здесь еще на две недели. Здравствуйте. Здорово. Что, застряли? Да. Как вас угораздило? Не могли бы помочь? Я бы не мог. Но дело в том, что я не один. Со мной моя жена. Ну и как ей здесь у нас нравится? Нет, здесь есть нечего. А что, это самое главное? Ну, необходимое? Боюсь, ничем не могу вам помочь. Послушайте, я вас отблагодарю. Я Норман Мэйн. Кто? Норман Мэйн. А я Джон Бейкон. Приятно познакомиться. Поехали, детка. Подождите. Послушайте. Значит, вы и есть Норман Мэйн? Обзор кино жизни от Арти Карлера. Похоже, одна из популярнейших артистов-кинематографов всерьез взялась за борьбу с пьянством и увезла свою пьющую половину на безалкогольный медовый месяц. Но почему же его друзья считают, что ей надо было появиться значительно раньше? Я нахожусь в глупейшей ситуации, ведь я являюсь лучшим агентом по связям с общественностью. и все ожидают от меня, что я буду всецело освещать события. Но они скрываются от меня. Я бы на их месте сделал то же самое. Спасибо. Вики, на самом деле публику интересует только Вики. Мэйн уже давно сдал позиции. Все газеты только об этом пишут. Коллеги его не любят. Критики его не любят. Публика его не любит. И я его не люблю. Кто еще его любит? Дорогой, все так замечательно. Что не могло бы быть лучше? Мы с тобой вдвоем. И целый мир это мы. Это наша крепость. Мы убежали сюда все. И здесь мы не произнесем ни одного плохого слова. Такого как киносъемка или контракт или студия. Это наш замок. Пойдем, рассмотрим его получше. И у меня для тебя есть один сюрприз. Пойдем, дорогая. Норман, как прекрасно. Это ты прекрасна. Весь мир прекрасен. Так, застыли. Снимай. Ни минуты покоя. Фотографируемся дальше. Невеста сядет сюда. Жених стоит сзади. У вас есть что-то особенное. Теперь наоборот. Необычно. Невеста стоит. Жених сидит. Достаточно иронично. Но очень многозначительно. Прекрасно. Улыбайтесь. И заголовок. Медовый месяц начинается снова. А, продюсер. Заголовок «Медовый месяц» испорчен Мэттом Либби. Рад вас видеть. Я тоже очень рад. Прекрасно выглядишь, Вики. Привет, Оливер. Можем поговорить? Конечно. Еще парочку снимков. Достаточно. Где они вдвоем? Теперь, если не возражаете, я сниму только мисс Лестер. Одну. Ну, конечно. Пойдем поговорим уже. Увидимся еще, Вики. Сегодня они в настроении разбивать фотоаппараты. Не бойся. Попадаются же такие. Вот так, мисс Лестер. Прекрасно. Оливер. Рассказывай. В чем дело? Слишком много всего. Даже не знаю, с чего начать. Очень содержательный ответ. Обычно ты так говоришь, когда у тебя финансовый кризис. Да, у многих людей бывает запас на черный день. Так много отложил на черный день, что ждал его с нетерпением. Бывает, но как истинный житель Калифорнии, я к таким людям не отношусь. Тогда я тоже истинный житель Калифорнии. Но в любом случае ты же получаешь проценты от показа моих фильмов. Они уже... Что, они популярны? Ну почему же? Что-то слишком быстро, Оливер. В любом случае, есть еще хороший сценарий для Вики. Хорошо, а как насчет меня? Поговорим об этом в студии, Норман. Посмотри, какая здесь. Вокруг красота. Красиво. Нет, давай поговорим об этом здесь. Меня что, больше не любят? Знаешь, может, роль была неудачной. Хочешь сказать, что последние роли... Послушай, Оливер, ты думаешь, я стал заторможенный? А ты готов это услышать? Ты просто заторможенный. Ты давно затормозил и стоишь. Спасибо. Но все еще приходит много писем. Норман, Норман, это ничего не значит. Людям нечего делать, вот они и пишут. Отправить письмо стоит всего три цента за марку. Недорогое удовольствие. Но что действительно важно, это публикации в газетах, отзывы критиков и репутации среди коллег. А твои последние роли были не самыми удачными. Помнишь, как ты сказал тебе, что буду готов сниматься, когда придет время, и время пришло? А я оказался не готов. Что ж, давай расторгнем контракт и не будем ругаться. Мы здесь не ругаемся, просто ты спросил меня, и я тебе ответил. Мы с тобой всегда понимали друг друга. Давай поговорим обо всем, когда вернемся обратно. У меня для тебя есть еще предложение. А Эстер? Думаешь, я стану ей помехой? Думаю, что нет. У нее все складывается достаточно хорошо. Прекрасно, я бы даже сказал, скоро она будет сниматься в главной роли в одном кино. Я уже подоскал ей партнера для главной роли. Они хорошо играют вместе. Это лучше для него. Я все понял. Надеюсь, еще не поздно. Надеюсь, не поздно. В нее я бы вложил деньги. Без вопросов. Самый популярный актер. Он уже все. Того. Почта Нормана Мэйна. Почта Вики Лестер. Новости кино и театральной жизни. Оливер Найлз расторг контракт с Норманом Мэйном. Искренне сочувствуем тем, кто вложил деньги в Нормана Мэйна, так как после серии скандальных публикаций его последних бездарных ролей, прибыль от его фильмов упал и постепенно превратился в сплошные убытки. Наконец-то Оливер Найлз решился расторгнуть контракт. Браво! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло. Нет, миссис Лестер еще не вернулась. Нет, я не секретарь, но могу записать для нее все, что вы скажете, не хуже секретарям. Это ты, Норман? Так, хорошо. Послушай, никак не могу написать статью о Боливер Найлз. Поможешь? Послушай, я уже давно там не работаю. Забудь. Ну, хотя бы расскажи мне немного подробностей из твоего контракта. Скажи, по крайней мере, цифры. Я там работал не за деньги. Хорошо, хорошо, я все понял. Я тогда сам придумаю. Послушай еще, я никак не могу застать твою жену. Она все время занята. Ты не мог бы меня выручить? Поговори с ней, чтобы она нашла время для интервью. Хорошо, я попрошу ее. Спасибо. Ну, давай. Я не думала, что так сильно задержусь, но так надо было. Все хорошо. Я очень рад тебя видеть. А чем ты занимался весь день? Ничем особенным. Был дома. Давай куда-нибудь пойдем поужинать. Ты устал? Давай лучше не пойдем. Но я не устала, правда? А я думаю, что устала. Ты много работала сегодня. Давай просто побудем вдвоем. Я согласна, но у нас ничего нет на ужин. А вот и есть. Мои замечательные холеные ручки кое-что приготовили. В свободное время я учусь готовить. Я думаю, что ты преуспеваешь. Понятное дело. Хочешь сделать из меня домохозяйку? Сейчас приедет ужин. Ну а как? Сматривается? Чудесно. Да. Я так и думал. Присаживайтесь, пожалуйста. Все готово. Прошу вас. Боюсь, он слишком большой для моего рта. Что ж. Тогда я измерю твой рот, чтобы в следующий раз сделать правильные бутерброды. Даже откусить не получается. Думаю, мерку надо снять прямо сейчас. Вот чего я ждал. Целый день. За весь день не было ни минуты, чтобы я не думала о тебе. Ты, наверное, сильно проголоталась. Хочешь еще сэндвич? Спасибо. Мне бы с этим справиться. Помоги мне расстегнуть корсет. Нет, я не могу дышать в нем. А я думал, у тебя дыхание сбилось от поцелуя. Почему бы не вставить молнию? Хорошая идея. Так лучше? Намного. Не опускай глаз. Мне кажется, что этот парень, который рядом, без ума от тебя. А я от него. Звонят в дверь. Может, если никто не откроет, они уйдут? Когда так звонят, обычно не уходят. Подожди. Я сейчас вернусь. Подожди. Здесь живет Мига Лестер? Да. Для нее посылка? Я распишусь за нее. А вы кто? Я ее муж. Тогда, конечно. Вот здесь, мистер Лестер. Это для тебя. Да, забыл сказать. Звонили из какой-то кинопрограммы. Они хотят взять у тебя интервью в прямом эфире в среду вечером. Я сказал, что спрошу у тебя. И потом еще... Дорогой, мне никакого дела до них нет. Я лучше сразу все скажу, потому что забуду. Звонил еще секретарь Академии киноискусства. Хотела уточнить, надо ли для тебя заказывать столик. Еще... Еще звонил Арти Карвер. Он тоже хочет о тебе что-то написать. Я тоже обещал ему тебя спросить. И это, по-моему, все. Да, по-моему, все. Норман, пожалуйста, давай не будем об этом сейчас. У нас прекрасный ужин. Пожалуйста, Норман. Знаешь, я не очень голоден. Я лучше пойду немного отдохну. Хорошо? Норман? Киноакадемия объявляет о проведении банкета по поводу восьмого ежегодного вручения награды. Где же Норман? Перестань переживать за него. Думай только об этой статуэтке. Вы думаете, с ним ничего не случится? Скорее всего, попал в пробку. Думай о статуэтке. А сейчас мы рады представить наших номинантов Академии киноискусства, награды которой по-прежнему являются самой престижной в мире наградой в области киноиндустрии. И мне предстоит большая честь назвать именно тех, кто в течение последних нескольких лет вносил огромный вклад в киноискусство и продолжает нас радовать своим талантом. И прежде всего, награда в номинации за лучшую женскую роль, за лучшее актерское мастерство. И это мнение не только наше, но и всего мира. И поэтому мне не только приятно, но для меня это большая честь объявить имя актрисы всех времен и народов, популярность которой нельзя измерить и которая стала всеобщим кумиром. Я рад представить... Мисс Вики Лестер! Что еще можно добавить, мисс Лестер? Этим все сказано. Дамы и господа, когда такое случается с вами, и вы хотите выразить словами, что вы чувствуете, то вдруг оказывается, что на всем свете есть всего два слова. Спасибо вам. Спасибо. Это все, что я могу сделать, это сказать большое вам всем спасибо от всего сердца. Так прекрасно. Прекрасные слова. Очень. Ты очень хорошо говоришь. Я хочу быть самым первым, кто тебя поздравит. А сейчас небольшое отступление. Хочу сказать всем, господа из Академии и остальные подлипалы, вы вручаете награды за лучшие роли. Они уже всем надоели, потому что их вручают каждый год. А я хочу особую награду. Статуэтку за лучшее исполнение роли. Вернее, три статуэтки за три лучшие роли, потому что я заслужил их. И каждый из вас здесь сидящих знает, о чем я. Я хочу три статуэтки. И вы в курсе. Вы все в курсе. Либи, музыку давай. Да, если кто-то из вас думает, что я чем-то хуже вас, то я им скажу. Я им всем скажу. Норман, не сейчас. Прошу тебя, не сейчас. Пойдем. Привет, Оливер. Привет, Норман. Как дела? Привет, Норман. Как дела? Как дела? Нормально. Моя дорогая, позвольте поздравить вас. Мы гордимся, что знаем вас и вашу семью. Спасибо. Кто-нибудь выпить даст? КОНЕЦ КОНЕЦ Оливер. Как приятно видеть вас снова. Оливер, как дела? Я скучала без вас. Все скучали. Поездка удалась? Да, мне очень понравилось ездить по разным студиям, но только куда бы я ни пришел, везде требовали твои фотографии, и они готовы были за них подраться. Ты просто звезда. Настоящая звезда. Спасибо. Это вы сделали меня такой. Ты плакала? Немного. Как Норман? Он он старается излечиться. День, когда Норман ушел из студии, был для меня самым тяжелым днем в жизни. Но я ничего не мог поделать. Я знаю. Ну, как он? Нормально? Сейчас он проходит лечение. Он действительно хочет бросить пить, и я думаю, что он смог бы, если только... Хорошо, я дам ему роль. Может быть, это поможет? Оливер, вы правда это сделаете? Да. Спасибо. Только не говорите, что это я просила. Он не узнает. И ты тоже не беспокойся. Я хочу, чтобы ты играла в хорошем настроении. Я постараюсь, Оливер. Я очень постараюсь. Приседьте пока здесь, мистер Найлс. Сейчас я его спущу. Спасибо. Спущу? Привет, Оливер. Добро пожаловать в мир свободы. Привет, Норман. Не беспокойся. Мистер Найлс не передает мне секретную информацию. Карл, мы всего лишь пожимаем руки. Это Карл, мой социальный секретарь. Мы теперь всегда вместе. Как дела, Норман? Просто замечательно. Карл говорит, если хочешь, могу показать тебе примеры и похуже. Садись, дружище. Карл, мы действительно и без тебя справимся. Как трогательно. Не оставляет меня ни на минуту. Тебе здесь нормально, Норман? Нормально. Здесь все есть, все предусмотрено, даже решетки на окнах, чтобы случайно не выпасть из окна. Сколько ты еще здесь будешь находиться? Это трудно сказать. Скорее всего, я пробуду здесь еще неделю или две, пока не приду в рабочую форму. Потому что, ты знаешь, у меня нет особой необходимости торопиться обратно на съемки. как раз об этом я и хотел с тобой поговорить. У меня есть прекрасный сценарий, в котором для тебя есть очень хорошая роль. Оливер, это хорошо. Это хорошо. А кто? Кто еще там снимается, кроме меня? Знаешь, это не совсем главная роль. Там будут еще артисты. Но мне очень нравится та роль, которую я тебе предлагаю. Мне осень. Предлагаю. Понятно. То есть, даже лучше, чем главная. Да, конечно, она не такая длинная, но очень яркая. Производит огромное впечатление. Каждый зритель запомнит именно тебя во всем кино. Понятно. Только знаешь, Оливер, я боюсь сейчас обещать тебе что-то, потому что у меня есть контракты и с другими студиями. Пока еще не знаю, на чем остановиться, потому что они такие разные. Конечно, я понимаю. Знаешь, мне предлагают там такие огромные роли. Думаю, что на них тосят зубы все актеры Голливуда, поэтому отказываю. Думаю, ну хорошо, Норман, все равно мы еще не начали снимать этот фильм, и у тебя есть время обдумать и решить, так что если ты вдруг захочешь, эта роль тебя ждет. Нет, послушай, лучше на меня не рассчитывай, потому что, кроме этого, у меня еще есть контракты на несколько фильмов вперед, интересный контракт предлагают в Англии. Знаешь, кое-что мне у них даже нравится. Да. Что такое, Карл? Говори, мы тебя внимательно слушаем. Ужин. Мы здесь ужинаем в половину шестого. Это для лучшего сна. Ну хорошо, до свидания, Норман. Рад видеть, что у тебя все хорошо. Спасибо, Оливер, передай всем от меня привет и скажи, что я не пью. Пока. Пока. Спасибо, что зашел. Карл? Наконец-то одни. Санта-Анита-парк. Скачки в честь рождественской недели. Санта-Анита-парк. Здравствуйте всем. Привет. Привет. Привет, Норман. Ну что ж, как она могла выйти за него, я не понимаю. Я тоже. Когда-то он был известен, но очень недолго. Привет. Здравствуйте, мистер Мэйн. Давно вас не видел. Я был в отпуске. Джинджереллу, пожалуйста. Джинджереллу с чем? Джинджереллу с Джинджереллой. Новая страница жизни? Целая книга. Спасибо. Виски и быстро. Привет, Либи. Вчерашний мистер Америка. А ты все пьешь? Я просто хочу пить. А вот что ты пьешь виски, я не знал. Как же без тебя обходятся подопечные артисты, когда тебя нет. А ты здесь? Их в это время режут на кусочки и подают под яичным соусом. Не думал, что тебя так скоро выкинут с экрана. А сейчас ты сидишь здесь, и никто даже не помнит, кто ты такой. Артист. Муж Вики Лестер. Да. Мне действительно нелегко сидеть дома, пока Эстер весь день проводит на съемках. Это точно. Я бы на твоем месте не жаловался на это, потому что ты живешь за ее счет. Не могу поверить, что когда-то мы были с тобой друзьями. Друзьями, черт побери. Послушай, я всегда выручал тебя из передряг, потому что это была моя работа. И не потому, что ты был мне другом. Ты мне не друг, и никогда им не был. И для меня не было большего удовольствия, чем видеть, как ты сидишь в большой лужи грязи. И об тебя все вытирают ноги. Хватит, Либи. Зачем ты говоришь все это? Мне совсем не жалко тебя. Ты и так прекрасно живешь. У тебя есть жена, которая платит за тебя, за твою выпивку и за все остальное. Норман Мейн. Подождите. Одну минуту. Быстро на улицу. Я Норман Мейн. Ничем не могу помочь. Ничего, отпустите его. Он не опасен. Пусть идет. Он дерется так же плохо, как и играет. Это Норман Мейн. Он дерется так же. Он дерется так же. Он дерется так же. Дай мне виски. Двойной. Оставь всю бутылку. Вики, ты так сойдешь с ума. Пойди, постарайся заснуть. Но его нет уже 4 дня. 4 дня, я ничего не знаю. Я не могу, просто не могу. Пожалуйста. Это Оливер Найлс. Что? Где? Спасибо. Что? Что они сказали? Ничего, ничего. Оливер, скажи мне. Он в суде. Его арестовали за бродяжничество и пьянство. Но с ним все в порядке. Я поеду за ним. Я тоже поеду. Вики, ты не должна ехать. Это все сразу же будет в газетах. Мне все равно, что будет в газетах. Я еду за ним. Окружной суд собрался здесь, чтобы рассмотреть дело по поводу арестованных ранее субъектов. Прошу садиться. Мы можем что-нибудь сделать? Судья не станет нас даже слушать. Одну минуту. Можете хранить молчание или признать свою вину, что смягчает приговор. В случае необходимости можете обратиться к советнику, так как адвокатов у вас нет. Все, что вы скажете, будет рассмотрено судом, а также зафиксировано присутствующими свидетелями и может быть использовано как в вашу пользу, так и против вас. Выводите. Мейн, Родригес. Грегори, Джон, Родригес, Мейн, давайте. Быстрее. Вильям Грегори. Арестован в очень пьяном виде. Спал на газоне. Бродяжничает шесть месяцев. Признаете вину? Я не чувствую своей вины. Не важно, что вы чувствуете. Признаете свою вину? Да, наверное, признаю. Когда вас выпускали последний раз? За неделю. До Рождества. А сейчас только Новый год. Значит, следующий раз вас выпустят ко дню города Вашингтона. Шестьдесят дней. Милтон Рейс. Был арестован во время пьяной драки. Затем лечился в тюремном госпитале и позже переведен сюда. Сколько лет? Семнадцать. Вы хорошо посмотрели на мужчин, которые ночевали с вами в камере? Да, сэр. Вы хорошо посмотрели на себя в будущем со стороны этой ночи? Нет, сэр. А вам бы стоило? Пять долларов и два дня. Снять обвинение. Спасибо, судья. Элтон Хэнкл. Более известный как Норман Мэйн. Арестован за пьянство. Скорее всего, пьет четыре дня. Оказал сопротивление при аресте. Несколько офицеров полиции пострадали. Вы признаете себя виновным? Да, признаю. Вы же артист, Норман Мэйн. Так низко вы пали. Перед нами человек, который имел популярность во всем мире. И кто вы теперь? Просто пьяница. Жалкий пьяница. Безответственный человек, который слоняется в нетрезвом виде по улицам и смущает окружающих своей внешностью. Я думаю, вам не помешает наказание. Девяносто дней в городской тюрьме. Подождите. Я его жена. Да, я узнал вас, миссис Лестер. Пожалуйста, судья. Я обещаю, этого больше не повторится. Я отвечаю за него. Только не посылайте его туда. Вы понимаете, что ваш муж алкоголик и опасен для общества? Также вы должны понимать, что если берете на себя ответственность опеки над ним, то она подразумевает, что вы отвечаете за него перед судом. Я понимаю. Снять обвинение. Можете выйти только через выход для последственных. Спасибо. Прошу вас. Пройдемте. Оркер Родригес. Обвиняется в пьянстве и тунеядстве. Не имеет постоянного места работы и жительства. Признает себя виновным. Я виноват, судья. Дорогая, я так устал. Мистер Мэйн? Сюда, мистер Мэйн. Нет. Нет. Норман Мэйн отпущен на поруки Вики Лестер после обвинения в пьянстве. Он спит. Он проспал весь день. Ему надо восстановить силы. Как ужасно видеть, что такое происходит с любимым человеком. Мое сердце просто разрывается на куски. В этой ситуации единственное, что я могу сделать, это просто быть рядом с ним. Я тоже так думаю. И тоже постараюсь ему помочь. Ведь это вы его открыли. Помни, я открыл вас обоих. Вы уже, наверное, догадываетесь, что я хочу сказать вам. После того, что произошло ночью, вы не удивитесь моему решению. Я больше не могу сниматься. Я должна быть рядом с ним, с Норманом. Но ты не можешь сделать этого? Ты имеешь такой успех, и уйти после того, как ты заработала такое признание. Может быть, в этом и беда. Я об этом много думала. Может быть, если бы я не проводила столько времени на съемках, прошлой ночью и раньше, то всего бы этого и не случилось. Может быть, теперь поздно об этом говорить, но может быть, еще не слишком поздно уехать с ним куда-нибудь. Но ты отказываешься от своей жизни. Поэтому я постараюсь вернуть Норману его жизнь. Скажите, вы можете меня искренне отговаривать? Нет, Вики. Искренне я сказал бы другое. Тогда не будет больше Вики Лестер. Прошу, проводи меня, Вики. Прощай, Вики Лестер. Ты замечательная девушка. Удачи вам, миссис Норман Мэйн. КОНЕПНЯМИ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Какие у тебя еще проблемы? Никаких Я просто думаю о всяких глупостях Слушай Я только что вышел из депрессии, а ты в нее хочешь попасть Сумасшедший дом какой-то Точно Знаешь что, я обещаю на тебя не сердиться Если ты сейчас же перестанешь Прямо сейчас Да, похоже, сегодня я перебрала А знаешь, кем я собираюсь стать? Атлетом Ты хочешь такие большие бицепсы и трицепсы? Ну, грубо говоря, да Тогда уж лучше играй за НДА Нет, мне не нравится Я лучше пойду позанимаюсь сам по себе Сейчас? Да А можно я пойду с тобой? Конечно, я хотел бы Норм, пожалуйста Я не пойду Меня устраивает и моя естественная красота Это правильно Послушай, ты можешь Приготовить горячий суп, когда я вернусь? Пожалуйста Горячий суп? И я тогда приготовлю свой фирменный сэндвич Норме, это обязательно? Ну, я пойду Только не очень долго Эй! Подари мне еще один взгляд Один взгляд Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С бывшей звездой Произошел Несчастный случай Пытался утопиться в стакане В течение последних 20 лет Теперь говорят, что это несчастный случай Извините Как же мне теперь отблагодарить Тихий океан? Давай подойдем сейчас Как жалко, ее лица не видно Привет, Вики Разойдитесь, дайте пройти Хватит, Вики, играть, хватит Подпишите мне книгу Мне нравится Норман Мэйн Все, хватит Разойдитесь, дайте пройти Разойдитесь Это вы убили его Не притворяйтесь Это вы его убили Подари мне еще один взгляд Один взгляд Вот возьмите Это зарплата прислуги Вы были очень хорошими работниками Мисс Лестер попросила меня Поблагодарить вас от всего сердца Она никого не забыла Скажите, чем я могу помочь ей сейчас? Я буду рад Она бы хотела, чтобы вы присмотрели За могилой на Беверли-Хиллз Куда вы несете эти чемоданы? Поставьте обратно, я говорю Где она? Где? В спальне? Вы кто такая? Я ее бабушка Я так рада, что ты приехала Откуда ты узнала? Я чувствую, когда где-то нужна Уйдите все, пожалуйста Оставьте нас одних Живо Живо я сказала Я приехала сразу же Как только узнала Но я еду домой Я отправила телеграмму вчера Садись Это правда, что ты уходишь из кино? Я не хочу больше о нем слышать Отчего ты пытаешься убежать? Я не пытаюсь убежать Просто я больше не могу У меня разрывается сердце А помнишь, я тебе говорила Если ты хочешь добиться Своей цели То должна быть готова Отдать свое сердце взамен И ты сказала, что готова Помнишь? Помню Мне кажется, что ты тогда Заключила сделку Получила огромный успех Везение Много личного счастья Хотя, может быть, и несчастья тоже Но ты заключила сделку с судьбой И сейчас пришел час расплаты Боюсь, что мне нечем гордиться Потому что Ты сдалась Нет, бабушка, я не сдалась Я жалею, что дала тебе тогда деньги Ты просто выбросила их Нет, бабушка Я гордилась тобой Я была счастлива быть бабушкой Вики Лестер Это было тем, ради чего я жила А ты лишаешь меня этого Не знаю Я хочу быть сильной, но я не могу Ты должна Должна принять удар судьбы в лицо Ведь все равно ты никуда не денешься Ты должна найти в себе силы Ты не можешь бросить свою жизнь Ты можешь убежать от всего Но ты не убежишь от себя Я не была знакома с Норманом Мэйном Но мне казалось, что он очень любит тебя И зная тебя, я могу сказать, что ты тоже его сильно любила Неужели ты думаешь, что он, где бы он сейчас не был Будет рад узнать, что его смерть сломила Дух той женщины, которую он боготворил Я не верю, что ему будет приятно узнать Что от всего, что он смог сделать для тебя в этой жизни Ты решила отказаться Ты должна быть сильной Ты должна победить в себе это Ты должна работать Ведь ты Актриса Машина готова, мисс Лестер Уже пора ехать, чтобы не опоздать на поезд Отпустите машину, я остаюсь Бабушка Сегодня в нашем холле не видно ни одного свободного места Так как именно сегодня вечером здесь предстоит грандиозное событие Самая популярная актриса последнего десятилетия Великая женщина, которая поразила всех не только своим талантом, но и мужеством Одна на весь Голливуд Одна на весь мир Мисс Вики Лестер И сейчас, если я не ошибаюсь, но машина так же хороша, как и она сама Сейчас будут фотографировать, не бойтесь Меня трудно испугать, молодой человек Сюда, пожалуйста Ну все, теперь В смысле, теперь ваше лицо будет во всех газетах завтра утром Ну и как я выгляжу? Выглядели очаровательны Вы меня льстете, но мне это нравится А вот и бабушка Мисс Лестер Скажите, пожалуйста, что-нибудь всем этим людям Скажите им, леди Я знаю, у нас дома такое тоже есть Когда можно в эфир говорить Называется прямой эфир, да? Прямо в эфир нам все и скажите Может быть, кто-то из вас мечтает попасть в Голливуд Может, кто-то не верит в свою удачу И если это так, то вспоминайте меня У меня ушло 70... Нет, 60 лет на это Но вот я здесь И я здесь останусь навсегда Большое спасибо Орман Мэйн, желаю удачи Мисс Лестер Этот микрофон подключен к международному каналу Если хотите, вы можете сказать несколько слов на весь мир Здравствуйте, все Говорит миссис Норман Мэйн Эстер у микрофона Эстер, здравствуйте, все Говорит миссис Норман Мэйн Несмолкаемые аплодисменты Камера берет ее крупным планом По ее щекам катятся слезы Она смотрит через всю толпу Через всю суету Куда-то вдаль В отдаленную точку Ведомую только ей Музыкальная кульминация Экран постепенно гаснет Конец